Светлые думы Воснову спектакля лег цикл деревенских рассказов Василия Шукшина, писателя, чьи произведения не сходят с афиш вот уже 47 лет. Точкой отчета театрального времени Шукшина стал 1974 год, последний год жизни писателя. Тогда в Ленинграде в Большом драматическом театре состоялась премьера первой шукшинской повести «Энергичные люди». В Русском театре драмы имени Горького произведения Шукшина ранее не ставились. И Светлые думы стали не только первым спектаклем писателя в репертуаре, но и первой премьерой театра в новом 2021 году. Режиссером-постановщиком выступил Евгений Гельфонд, главный режиссер и художественный руководитель нового художественного театра, который также является создателем и идеологом Международного театрального фестиваля-лаборатории спектаклей «Малый форум» «Человек театра». В названии спектакля автор инсценировки соединил два известных произведения Шукшина «Светлые души» и «Думы». Работая в жанре сценической фантазии, режиссер обратился сразу к нескольким рассказам Шукшина, объединенных художественно-смысловой связью, главной идеей и философией писателя. Вот такие вот его какие-то философские, простые, мужицкие с одной стороны, с другой стороны, глубоко корнями уходящие в бытийность. Вообще Шукшин – это сказание о человеке, сказание о душе человека. В общем, все его новеллы – это сказания о человеческой душе, это ее разные грани, это ее разные стороны, разные чудесные проявления души. Это что же получается, товарищи? Весь СССР хлебом накормить у нас, значит, не важно. Режиссер не обрамляет взятые за основу восемь рассказов в обычный дивердисмент, а выстраивает их в одну сюжетную линию, в которой герои спектакля собираются в сельском клубе, где обсуждают постановку новой пьесы. Вот была целая жизнь. Женитьба, коллективизация, война. В сквозной линии повествования проходит монолог председателя колхоза, в котором он пытается ответить на вопросы, возникающие в жизни каждого человека. Так, через призму личных историй, на фоне их обычных судеб, автор размышляет о простых радостях и торжестве жизни. Рассказ о тех проявлениях души, которые в повседневной жизни мы теряемся, не видим или не хотим уже видеть иногда. То есть это те детские какие-то очень непосредственные моменты, которые случаются с человеком всегда, на самом деле. Другое дело, что мы научаемся это прятать. То есть это у нас становится в безопасности, потому что мы об этом либо забываем, либо не хотим это показывать. А в какой-то момент все равно случаются мгновения, когда мы остаемся наедине с самим собой. И вот в эти мгновения не работает ни наш цинизм, ни наши различные способы коммуникации. Вот раз моменты случаются, когда это не работает, так вот Шукшин специально лишает, скажем, да, вот, лишает этих моментов, когда это работает. То есть он выбирает эти гости минутки, когда ничего не поможет, не поможет никакая. И вот здесь открываются светлые стороны души всегда. Потому что все-таки Шукшин жил с большой верой в человека. И эта вера, наверное, помогла ему войти в вечность. Мы все стали забывать о том, что такое жить. Мы стали забывать о том, что такое дышать и что такое душа. Когда она живет, когда она развивается, стремится, чего-то хочет. Этот спектакль совершенно неформален с точки зрения, вот, знаете, приезжает режиссер, блестит на солнце чешуей, уезжает, а мы разгребаем. Здесь было все направлено исключительно в глубину самого человека. Это ценнее всего. Адона, а вот скажи мне, почему в детстве во сне летаешь, а потом уже нет? Растут, говорят. Ну, это понятно. А что, сейчас уже остановились? А сейчас тоже зачем? До гробовой доски, что ли? Я с тобой серьезно хочу поговорить, чуречка. Я о душе говорю, понимаешь? А мне не спи. И ты ложись спать, дедчик. Что такое мне, Борис? Привилетный мне. Подготовка к премьере началась в ноябре прошлого года. Первые встречи режиссера с актерской труппой состоялись в режиме онлайн. Также проходили первые читки, обсуждение замысла спектакля. А уже в январе режиссер прибыл в столицу для постановочной работы. Режиссер не ставил каких-то диких, жестких рамок. Он позволял внутри спектакля, внутри образа, внутри роли что-то придумывать, находить. А это, когда режиссер дает свободу, это очень сильно стимулирует процесс творческий. Хочется еще больше что-то предлагать, приносить и дополнять спектакль. Самое главное преимущество этого коллектива, это редкое преимущество сейчас, я это с полной ответственностью заявляю, не ждать, ничего не ждать. Не ждать какого-то успеха на фестивале, диких каких-то трендов, брендов, что тебя заметят, куда-то повезут, что тебе критики начнут срочно писать и так далее. Эти ребята ничего не ждут. Они нацелены на творчество, они нацелены на диалог. И это замечательно. А это, это, ты чего это, а? Ты что это? Ты купил что ли? Федь? Это кому ты, а Федь? Тьфу, 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 тьфу. Кому? Тебе? Соседке что ли? Конечно же, нужен был персонаж, который поведет эту линию, и нужен был артист, который поведет эту. глубокую такую простую мужицкую философскую философию, такой русский космос. Нужен был артист, который может это сделать. И здесь этот артист оказался здесь. И поэтому, в общем, так вот сложилось. Этим артистом стал заслуженный деятель культуры Казахстана Сергей Матвеев, исполняющий роль председателя колхоза Матвея Васильевича Рязанцева из рассказа Думы. Поворчать на судьбу, задуматься, Бог знает о чем. Что может быть жизнь, судьба, это самое, могла бы быть какой-нибудь другой. Малость мужа. А вообще-то так. Ничего. Сойдем. Всего в спектакле принимают участие 14 актеров, первые лица театра. Для некоторых из них «Светлые думы» стали первым произведением Шукшина в их репертуаре. В процессе подготовки, занявшей порядка двух месяцев, актерам предстояло провести большую предварительную работу, необходимую для углубления в материал, понимания сути своих героев, специфики слова, общения, особого говора, который свойствен персонажам Шукшина. Я начал с того, что я посмотрел все фильмы Шукшина, Василия Макаровича. То есть я начал оттуда погружение. То есть визуальный ряд мне сразу, он как-то близок мне. Я сам-то родился в деревне, и меня много таких людей подобных окружало. И вот какой-то такой собирательный образ получился. Сергей Маштаков и Светлана Фортуна на сцене воплощают своих персонажей. Сельского шофера Ваську Дермилова из рассказа «Крыша над головой» и его супругу Любашу. И в этом небольшом эпизоде в диалоге двух персонажей простом, робком, в междометиях явственно видится и слышится глубокое понимание друг друга. Вот просто два человека сидят, смотрят друг на друга. И таким вот очень простым, неглубоким текстом, но с глубинным пониманием друг друга и того, что происходит, общаются, дышат вместе, смотрят на друг на друга влюблённо. Вот эти взаимоотношения, это так странно в нашем современном таком технократном мире. Это, к сожалению, отходит уже куда-то далеко на второй план. Но это настоящее, это истина. Это вот спектакль, который лечит. Он ничему не учит, он просто берёт и лечит душу. Побудь ты хозяином в дом. Раз в год приедет, и то не может распрощаться со своими этими штуками. Вот этот такой редкий момент, когда всё получилось таки с первого раза. То есть на первой репетиции мы как сделали, как вот режиссёр выстроил, так у нас всё и пошло. То есть ничего не меняло стопроцентно. То есть мы просто с каждым разом, с каждой репетиции делали какие-то более окраску что ли в этой сцене. И набирался, набирался, набирался образ, и сама композиция обрастала какими-то новыми красками, эмоциями. Ну, мне, конечно, повезло с партнёром Светлана Фортуна. Это, конечно же, гениальный партнёр, с которой всегда легко и интересно работать на сцене. Светлана Фортуна, ведущая актриса театра, лориат международных конкурсов, обладательница множества премий и наград. Актёрский талант, пластичность движений и голоса позволяют Светлане воплощать на сцене самых разных героинь от булгаковской Маргариты или шекспировской Офелии до шукшинской Любаши. Моя героиня Любаша зовут её. Простая, любящая женщина, любящая свою жизнь, своего мужа, то, чем она занимается. Женщина, которая просто родилась и просто живёт. Вот главная мысль заключается в том, её образы, её внутреннего такого содержания, что человек просто умеет жить. Никуда не гонится. Сортирует рожь, пылище, хлеб пекут, едят, ходят на танцы, с соседями пьют чай, скотину выгоняют, загоняют. Ну, то есть, такая простая, размеренная жизнь на земле и в этом счастье. У Василисы Калугиной есть полупальто плюшное, хорошенькое такое. Ну, вот ты, наверное, видел, она в нём на базар по воскресеньям ездит. Ага. Вот такой. Вот. Так вот, она его продаёт, четыре сотни бросит. Так. Я вот чё думаю, Вась, взять твоего, А тебя на полупальто ближе к зиме соберём. Ой, я его давечу примерила. Так ошибка, но мне понравилось, как в литуре сидит. Прямо. Правильно. Взять полупальто, чё думать-то? Да погоди ты, лоб развысил. Денег-то нет. Мой герой мне близок, наверное, абсолютно, потому что самое главное в нём это честность, которая мне интересна по-прежнему в жизни. Я пока ещё не потерял остатка человеческого достоинства и совести. Это самое главное. Быть честным прежде всего с самим собой. И уметь в какой-то момент сказать правду тем, с кем ты взаимодействуешь и контактируешь. Один из самых колоритных эпизодов спектакля с участием актёра Ивана Анопченко, исполняющего роль Хромова Веньки из рассказа «Мой зять украл машину дров». Его герой маленький нервный человек крупно скандалит с женой и тёщей, но не просто так, а по несправедливости. Этот человек имеет ещё поразительное терпение. Очень много-много лет терпел, мучился и страдал, и однажды он не выдержал и восстал против семейной тирании и домашнего насилия. В жизни я вредный, дотошный. Я люблю докапываться до правды и с очень жёстким подходом к перфекционизму. И вот именно мой персонаж в финале спектакля устраивает здесь практически революцию как раз-таки на предмет того, чтобы всё было по-честному. Сценографию к спектаклю создала художник-постановщик Елена Гаева. Атмосферу мира Шукшина здесь задают скромные лаконичные декорации, афиши фильмов писателя, в том числе его непоставленного фильма «Конец разина» по роману «Я пришёл дать вам волю». Однако невизуальное оформление стало спусковым крючком для полного погружения зрителей в атмосферу деревенского быта, а музыкальное, точнее, звуковое. И то, что не передашь через камеру, запахи. По залу разносился запах бензина, когда на сцену выходил водитель зерновоза, и ароматы домашней еды, когда герои обедали. То и дело был слышен шум ветра, обрывки мужского и женского пения. При постановке спектакля режиссёр намеренно отказывается от фонограммы и использования искусственного звука. Над этим с ним работала модератор речевого хора Ксения Байко. В спектакле звучит всё от графина до пилы и, конечно, речевой хор живых актёрских голосов. Актёрам предстояло самостоятельно на протяжении всего спектакля воспроизводить все речевые и шумовые партитуры, наполнять постановку словами и паузами, звуками и запахами. Мы отказались от искусственного звучания, на это были свои причины у режиссёра и нам они были совершенно понятны, хотя не очень было понятно, как это будет, но когда вдруг в пространстве появились звуки, которые мы сами извлекаем, и мы увидели, как это гармонично, как это естественно, понятно природе деревенской, все вопросы отпали. Извлекались звуки отовсюду, от треска стола, из удара вилки по пилу, какие-то подручные средства, гвозди, молотки, расчёски, в общем, всё шло в ход. Ну и мы нашли, конечно, оставили самые такие звучащие моменты, предметы, которые воссоздали вот эту вот историю деревенской жизни. Ксения Бойко, которая была нашим педагогом по хоровому процессу, она выбирала, говорила, так, ну-ка, ребят, пошумите вот здесь, нет, не пойдёт, ну-ка, вот здесь вот так, хорошо, возьмите вот этот молоток, постучите, вот, классно, хорошо, процесс пошёл. И вот таким вот образом она просто на слух отбирала вот эти вот речевые и звуковые ряды, соединяла, и получилась такой хор. Никто не ожидает, что какие-то вещи могут извлекать из себя определённые звуки, и всё это создавало некий хор атмосферы спектакля. Это было очень приятно и безумно интересно в таком формате работать, потому что прежде в нашем театре такого не было. Несмотря на долгий перерыв в работе, продиктованной пандемией, преданный зритель вновь и стремился в любимый театр, как только он распахнул свои двери для широкой публики. Премьерные «Светлые думы» стали долгожданным событием не только для артистов, но и для самих зрителей. Они с теплотой восприняли новую постановку театра, однако сам режиссёр не оглядывается на реакцию зрителя. Никогда не надо держать вектор в зрительном зале, потому что ты его никогда не угадаешь. Никогда. А гадать – это лабиринт. Там, минотавр такой, он сразу голову откусывает. Потому что, как только ты начинаешь гадать, так сразу ты начинаешь терять объективность, так сразу ты начинаешь поддавать на зрителя, так сразу ты начинаешь фальшивить. Зритель сразу чувствует фальш. Василий Макарович сразу одевает сапоги и уходит из зала. Да, куда-нибудь там, в окно. И всё, и всё кончается сразу. И ничего уже не будет происходить, потому что это всё уже бессмысленно. «Светлые думы» стали первой премьерой 120-го юбилейного сезона русского драматического театра имени Горького. Изначально спектакль должен был быть поставлен ещё в 2020-м году, но пандемия внесла свои корректировки в репертуарную афишу театра. Пока все свои постановки коллектив представляет на малой сцене с малым количеством зрителей. В новых реалиях заполняемость зала не должна превышать 20 человек. Но от этого спектакль становится ещё более душевным и камерным. Спектакль рождался, конечно же, в первую очередь от режиссёра. человек уже знал, что нужно делать. Это человек чувствующий очень тонко автора. То есть он нам больше, конечно же, всё шло от режиссёра. И он напитывал этой энергетикой какой-то магии Василия Макарыча. Я бы очень хотела, чтобы молодёжь ходила на такие спектакли. Потому что если сейчас не показать, как можно ещё по-другому жить, то, наверное, мы можем потерять целое поколение. Это очень важно. Я никогда не понимал, как можно в мучении родить спектакль. Да не в любви рождается спектакль. Любое произведение должно рождаться в любви. Понятно, что есть какие-то проблемы всегда, существуют какие-то обстоятельства, существуют разные люди. Но, тем не менее, надо максимально создавать то, что ты делаешь с любовью. Народный язык и живые остроумные тексты Василия Шукшина, его пронзительные монологи о простых человеческих радостях, талантливый актёрский состав и продуманная режиссура Бельфонда стали главными составляющими премьерного спектакля. Режиссёру, прибывшему столицу по приглашению руководства Русского драматического театра в его юбилейный сезон, удалось очень тонко и точно найти в актёрах нужные образы ярких героев Шукшина и выстроить увлекательную сюжетную линию, наполнив спектакль важными сегодня мыслями о любви, доброте и человечности. А я на этом прощаюсь с вами. Всего вам доброго и до новых премьер. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok